МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их встречает весь город. Везут в основном тяжелораненых, тех, кому требуются длительные лечения. 50 санаториев и здравний с курорта перепрофилируют уже осенью 41-го. Они переполнены. Сочи становится главным городом-госпиталем страны. Люди на носилках и на руках несли, потому что транспорта, конечно, не хватало. Не думали о том, что платится там какого-то, которые очень хотелось бы сохранить той же сестричке или санитарочке, приносили, кипятили и отдавали на перевязочный материал. Петр Мороз в сочинских госпиталях провел полтора года. Был дважды ранен. Во второй раз чуть ли не смертельно. Но военные врачи спасли ему жизнь. Был я. Первый – это Красная Москва, потом санаторий Фрунзу, санаторий Фрунзу Радуга, с Радуги Светлана, Светлана Заря. Это люди, которые в великой родине преданы. Это люди, которые действительно были врачами, сестрами. Таких солдат на ноги в сочинских госпиталях поставили более полумиллиона. Вклад медиков и всех жителей курорта в великую победу оценили по достоинству. В 80-м Сочи награжден орденом Отечественной войны первой степени. К стелле сегодня несли сотни цветов, как дань уважения и памяти подвигу людей в белых халатах. Для города Сочи, который во время Великой Отечественной войны был городом-госпиталем, эта дата очень важная. Мы видим, сколько пришло молодежи. Это и есть память, это и есть история. И самое главное, что сочинцы настоящие патриоты и помнят историю, чтят ее, уважают, любят. И спустя годы уже в мирное время сочинские медики продолжают борьбу за здоровье и жизни людей. Врачи идут к вам. Так назвали оздоровительную акцию, которую провели в рамках празднования Дня госпитального работника. В крупнейших ТОСах организовали прием врачей. В ТОСе Хоста, например, можно было пройти окулиста, терапевта, врача общей практики. Импровизированный медкабинет посетили десятки сочинцев. Не часто мы ходим в поликлинику, потому что у нас то дела, то заботы, то проблемы. А здесь вот уже определенно сказали, вот мы пришли сюда. Конечно, очень удобно, вот ряд врачей обойти, очень удобно. Вообще сочинские медики, благодаря обновленной материально-технической базе, сегодня могут оказывать практически любую помощь, проводить различные лабораторные исследования и сложнейшие операции. Результат – тысячи спасенных жизней. Одним словом, в их профессии в любые времена всегда есть место подвигу. Елена Авсецна, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.